Приветствую вас, я хотел бы ответить вам на ваш вопрос с точки зрения психологии, потому что вы свой вопрос зажили именно в разделе психологии, надеюсь вы отнесетесь к этому с пониманием. Значит, первое, нужно проанализировать, почему вы, собственно говоря, развелись, ибо развод не то, что происходит. Случайно, развод не то, что происходит, к сожалению, в силу четких закономерностей. Вот. И, соответственно, нужно, необходимо даже этот момент для себя рассмотреть. Выявить какие-то аспекты этих моментов. А вот, если они у вас есть. И, соответственно, уже исходя из этого, исходя уже непосредственно из полученного материала, можно будет что-то говорить. На мой взгляд, да? Вот. Ага, примерно так мне видится эта история. Ну, примерно такой мне видится эта история. Вот. Вот. Дальше. Есть ли такое понятие, как мой человек, свой человек? Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, такого понятия нет. Моего, твоего человека нет. Есть люди, с которыми нам хорошо. Есть люди, для которых мы хотим что-то делать. Вот. Есть люди, которые вызывают нас... Как бы, желание что-то сделать для них. Вот. И, соответственно, всё. Такая вот история. И если вы в отношениях с этим человеком, то нужно попробовать для себя решить, с чего вы... Ну, хотите, и так далее. Вот. Для... Человек. Вот. Понимаете? Вот так вот. В принципе-то. То, что вы сейчас делаете. Вы пытаетесь обеспечить, значит, себе безопасность. Я... Я... Я вас... Понимаю. Понимаю, что вы... Хотите обеспечить себя от безопасности. Хотите... Оградить... Себя. От нее. От безопасности. Возможно, от... А, возможно, от... Ну, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, вот, как это видится мне, с точки зрения, опять же, психологии. Вот, ага, значит, ну, примерно, примерно, примерно так я могу вам ответить на ваш вопрос, вот, в отношении никогда не бывает какой-то предсказуемости обязательной, в отношениях не бывает какой-то определенности обязательной. В отношениях, как правило, все достаточно непредсказуемо, все достаточно стандартно, что и хорошо, потому что без этого выстраивание истинных отношений невозможно. Но, если вы боитесь, а тем более, если вы уже разводились, значит, что-то в вашем поведении является деструктивным. И именно этот деструктивный элемент необходимо с психологом разобрать, выбить и скорректировать так, чтобы больше он на вас негативно не влиял. Согласитесь, это вполне в ваших силах, согласитесь, это вполне то, что вы можете сделать, на мой взгляд, и, в общем-то, в общем-то, это гораздо лучше перспективно, чем пытаться понять, ваш человек или не ваш. То есть, правда в том, что никто не сможет гарантировать вам, что этот человек ваш. Никто в целом мире, никто не сможет этого сделать. К сожалению. Но, по моему мнению, к счастью, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, это так обстоят дела. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать, надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если он сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам.